Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы займемся вопросом, который нам регулярно задают наши зрители и подписчики. Зачем дымовые трубы делают такими высокими? Правда ли, что чем выше труба, тем больше в ней тяга? Но начнем мы не с дымовых труб, а с эксперимента, который предложил один из наших подписчиков. В этой установке из сосуда выведены вниз две трубки одинакового диаметра 10 миллиметров. Одна трубка длиной 30 сантиметров, а другая трубка длиной 10 сантиметров и по ним будет вытекать вода. Трубки, кроме длины, ничем не отличаются. Я открываю систему и мы видим, что количество воды, вытекшей по длинной трубке, заметно больше, чем количество воды, вытекшей по короткой трубке. И теперь нам надо объяснить результаты этого эксперимента. Я начну с нескольких важных качественных фиксаций. Прежде всего, вода по трубке движется с постоянной скоростью, поскольку трубка имеет постоянное сечение. Она не может здесь разгоняться, а значит разгоняется она на входе в трубку за счет разности двух давлений. Это давление p1 перед входом в трубку и давление p2 за входом в трубку. Ну, давление p1 найти совсем просто. Это атмосферное давление плюс гидростатическое давление столба воды высоты h, то есть p атмосферное плюс rg h1. Теперь найдем давление p2 в трубке. Еще раз. Вода движется в трубке с постоянной скоростью, а значит сумма действующих на нее сил равна нулю. Ну, и если мы пренебрежем вязким трением воды о стенке трубки, то тогда на этот столб воды действуют две силы. Сила тяжести, направленная вниз, но и она равна ρg на объем воды, то есть h2 на s. И разность двух давлений. Атмосферного здесь и давления p2 здесь. Ну, умножить на сечение трубки. При этом атмосферное давление должно быть больше давления p2, чтобы результирующая сила этих двух давлений была направлена вверх и уравновешивала вес столба воды в трубке. Вот мы и записали ρgh2s. Это разность двух давлений. Атмосферное минус p2 умноженное на площадь трубки s. Но площадь трубки сокращается, и мы получаем формулу, аналогичную первой. Давление p2 это атмосферное давление минус ρg на h2. То есть давление p2 меньше атмосферного. Ну и вообще давление внутри столба воды, вытекающего вниз, здесь на выходе равно атмосферному. А потом дальше оно становится все меньше и меньше пропорционально тому, насколько мы поднимемся от нижнего среза трубки. Ну а в результате у нас получается, что разность давлений p1 минус p2, разгоняющая воду на входе в трубке, она равна ρg. А здесь стоит сумма двух высот h1 и h2. Ну фактически это гидростатическое давление, если бы все было стационарно, и мы закрыли бы нижнюю дырочку, да, вот этого столба жидкости высотой h1 плюс h2. И чтобы посмотреть, как давление внутри трубки, по которой вытекает вода, зависит от высоты, мы модифицировали нашу установку, оставили в ней одну трубку и приснили к ней четыре выхода от четырехканального датчика давления. И вот я запускаю датчик и вынимаю пробку. И мы видим, что чем выше расположена точка, в которой измеряется давление, тем сильнее падает это давление, когда через трубку вытекает вода. Посмотрим на график более детально. Разности давления между соседними каналами оказались одинаковыми, как мы и ожидали. При этом падение давления в верхней точке составило 1,2 кПа, то есть 12 см водяного столба. А трубка в нашем эксперименте имеет длину 30 см. И получается, что измеренное падение давления почти в три раза меньше, чем предсказывала наша теория. В чем же тут дело? А дело в том, что когда Андрей писал свою теорию, он работал в модели, как говорят гидродинамики, сухой воды. То есть воды, не имеющей вязкости. А трубочка у нас тоненькая, и поэтому вязкие силы становятся существенными. Так что вес воды в трубке держится еще и вязкими силами, и лишь отчасти за счет разности давления между концами трубки. Но, правда, надо заметить, что вязкие силы пропорциональны длине трубки, так же, как и вес воды. Поэтому прямая пропорциональная зависимость падения давления снизу вверх у нас сохранилась. Замечания Алексея, конечно, существенны. И тем не менее, общий принцип теории, безусловно, сохраняется. Но самое главное, в нашем опыте вода вытекала вниз по трубе. А смотреть на эту установку мы будем, как будто это дымовая труба, по которой нагретый воздух поднимается вверх. И я изображаю, по сути дела, ту же самую картинку, что рисовал раньше, только перевернутую. Вот у меня топка, а вот труба, выходящая из топки. И я сделаю несколько упрощающих предположений. Буду считать, что диаметр трубы не меняется с высотой, что труба хорошо теплоизолирована, и воздух, нагретый в топке, проходя по трубе, не остывает, а остывает уже, выйдя наружу в атмосферу. И опять буду пренебрегать вязким трением воздуха о стенке трубы. А теперь я не могу считать, что давление снаружи везде одно и то же. Раньше я говорил атмосферное давление, потому что изменения давления в основном были связаны с гидростатикой в воде. А теперь у меня всюду воздух. И я должен сказать, пусть у меня на выходе из обреза давление воздуха составляет P нулевое, тогда внизу, перед входом в топку, это давление больше. На какую величину? На величину плотность холодного воздуха умножить на G и умножить на H, на высоту трубы. А когда я буду идти внутри трубы, у меня давление будет расти теперь как рог горячего воздуха GH. И вот именно за счет этой радости плотностей холодного воздуха и горячего воздуха и будет создаваться та разность давлений, которая загоняет воздух в трубу. Ну, соответственно, эта разность давлений равна разности плотностей холодного воздуха снаружи и горячего воздуха внутри И умножить на G и умножить на H. А теперь мы сделаем некоторые оценки. Пусть температура воздуха на улице составляет минус 20 градусов Цельсия, то есть 250 кельвинов. А температура воздуха, выходящего из трубы, не должна быть слишком высокой. Мы ведь все-таки сжигаем топливо в топке не для того, чтобы греть наружный воздух. Ну, сотня градусов Цельсия или чуть больше, это 370 кельвинов. Ну, при таких температурах у нас разность холодного воздуха снаружи и горячего воздуха в трубе плотностей составляет примерно одну треть от плотности холодного воздуха. И тогда мы можем узнать, что разность давлений, создаваемая за счет каждого метра высоты трубы, составляет примерно 4 паскаля. Но это очень небольшая величина, и поэтому мы не делаем здесь эксперимента. 4 паскаля на метровой трубе нам никак не поймать. Ну, а соответственно, там на 100-метровой трубе это уже составляло бы 400 паскалей. Разность давления заметная, ну и, соответственно, заметные скорости, с которыми воздух поднимается вверх по трубе. И хотя разности давления, о которых говорил Андрей, невелики, но ведь и плотность воздуха невелика. А поэтому получается, что если все довести до ума, то у нас вот такая формула для скорости движения воздуха. Ну, и для тех температур, о которых говорил Андрей, для 10-метровой трубы скорость воздуха получается порядка 10 метров в секунду, что уже немало. И еще я хотел бы заметить, что эта формула похожа на формулу для скорости падения камня с высоты h, а также для скорости вытекания жидкости в формуле Торричелли. И получается, что трубы мощный ГРЭС строят такими высокими вовсе не для того, чтобы разгонять воздух до высоких скоростей, а для того, чтобы рассеивать продукты сгорания на как можно большей площади. Поблагодарим Алексея за его комментарии. А если у вас остались еще какие-то соображения и вопросы, касающиеся дымовых труб и каминов, вы можете написать их в комментарии к этому ролику на Ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok